Субтитры создавал DimaTorzok На первую февральскую рыбалку выбрался 3-го числа. В планах у меня была разведка нового места, но так как у меня с собой не было ни карты, ни навигатора, я промахнулся на 6 километров. Вышел на небольшой ерек, хотя планировал выйти на крупную реку. Ну и решил попробовать плавить на этом ереке. Сначала ловил на балансир, поймал окунка, потом поставил 4 жерлицы. Глубина была от 4,5 метров до метра. Два часа просидел, на жерлице результата не было и на балансир. Только было пару поклевок и решил идти дальше по ереку до выхода в реку. Погода была прекрасная. Мороз в тени до минус 15, снег, солнце. Правда был сильный ветер. Местность мне была незнакомой. Шел это впервые. До реки путь составил примерно 4 километра. Выйдя на реку, пробурил лунку, пробовал ловить на опарыша. Поклевок не было, решил смещаться ближе к руслу на глубину. Отошел метров на 20, начал бурить лунку и попал на что-то твердое. Оказалось во льду, вмерзли ракушки каких-то моллюсков. И лезвия на буре затупились. Заточить было нечем и пришлось продолжить разведку местности визуально. Субтитры сделал DimaTorzok 6 февраля. Добрался до реки, на рыбалку. Второй день оттепели у нас в Астраханской области. Вот такой выход на лед. Лед поднялся, потому что опять, видимо, воду скидывают. Вообще, начало февраля было снежно, морозно, было много снега. И резко вот со вчерашнего дня южный ветер задул и снова тепло. Лед нормальный, сантиметров 30, наверное. Вот, вчера заточил бур, уже пробовал, вчера ходил. Ну вот, уже со вчерашним дядей немножко проржавел. Ну, это, вчера лунок 20, а не пробурил у себя возле дома. Пробовал, нормально. Поэтому сегодня вот спокойно уже можно бурить. В этом месте я был впервые. Понравилось то, что на правом берегу была обширная отмель, поросшая водной растительностью, где я планировал ловить хищника. А слева был свал с глубокими ямами, глубиной от 12 до 18 метров. Разведку начал, как обычно, с выставления жерлиц. Четыре жерлицы с катушками поставил на глубине от полутора до двух метров и шесть штук у берега. Пробовал ловить на балансир. Попадались небольшие окуньки. Погода была пасмурная. Весь день моросил мелкий дождь. Также пытался ловить белую рыбу, но так и не увидел ни одной поклевки. Весь лед на ямах был спещрен крупными лунками прямоугольной формы. Видно, здесь неплохо орудовали местные жители на косынке и телевизоре. Жерлицы срабатывали. Мне попадались лишь небольшие еще ряда. Я замучился их отпускать. За несколько часов попалось около десятка. Утешением были лишь окуня. Есть окунек. Ну, такой. Более-менее пойдет. Темный такой. Ага, еще вижу. Но это... Мельче, по-моему, даже. Приманка крупная. О, кстати, хорошая окуня. Один прошел хороший там прям. Пока налет кидаю. Надо было окуней ловить, а не ерундой там заниматься. Искал я. Так, почти. Плохо искал-то пока. Белую рыбу. Удар. 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 Ну, это мелкий. Мелкий схватил. Ух ты. Опа. Есть. Ух ты. Мелкий. Ух ты. Блин. Прям видно. Как поудилище видно. Ударяет окуня. А то он. Ну, этот засекся он за жавру. Не, мелкий. Крупного хочется. Ух ты. Вот он. Красавчик. Взял. В общем, окуни ловились. Жерлицы срабатывали. Но ничего достойного в эту разведку я так и не поймал. 15 февраля. Выбрался на рыбалку. Густеру попробую половить мушакуньков. Я хочу там жерлицы попробовать сначала поставить. У меня жерлицы есть 4 штуки с катушками. И, может быть, в ерике в самом еще поставлю. Такие свои обычные жерлицы. Сейчас такая погода. Вот последние морозы. На этой неделе. А на следующей уже. Вот теперь сильная. Резкая прям. Да. Выше плюс 10 будет днем. Ну, все. Я досмотрел там конкретная весна уже. Поэтому вот такие вот последние деньки выбраться. На снежок. На лед. Со снегом. А потом уже все будет опять в грязи. На месте ловли уже рыбачили несколько рыбаков. Ловили они мелкую густеру. Попадались им иерши, которых они просто выбрасывали на лед. Без цели забрать домой. Видимо, считая их сорной рыбой. Мимо пройти не смог. Рыбок собрал и отпустил. Как обычно, начал рыбалку с установки жерлиц. Жерлицы с катушками поставил на основной реке. У берега. Остальные установил в узкой протоке. По соседству. Пока там стоял жерлицы, здесь сработал второй флажок, который стоит прям у камышей. Да, что-то было. Затащила вон под этот... Малек прям покусанный. Ну, прям это... Порезов нету. А хотя порезы есть. Щучка была. Сейчас буду белую рыбу ловить. Вот опарыши насадил. Червя. Ну, люди ловят здесь густерка, но мелкая все. Ну, сейчас хоть такой вообще рыбы нет. На жареху наловить хотя бы. Мелкая. Только на жареху такую. А вообще... Густера. Глубина здесь прям... Метра два с половиной, наверное. Сразу. Ну, все вот такую ловят мелкую. Мужики тоже. Хороший нету. О, что-то покрупнее. А. Вот она какая стоит здесь. На живца. Сейчас вот решил сходить проверить удочки, которые здесь вот ставил на ерике. А вот одна сработала. Но лежит не на лунке. Да, кто-то хватал. Окунь, скорее всего. Небольшой окунь. Хватал, зараза. Ух ты, клюнуло, как хорошо. Нифига себе. Судачка поймал. Отдай шарик. Судак. Как у него хвост в порезах. Вот тут порезы прям. Кто-то его пытался съесть. Но он выскочил. Очень мелкая рыба. Много подошлось. Здесь не было ее. В декабре хорошая рыба ловилась. А сейчас вот подъем воды. Вода, во-первых, поднялась. Все поменялось. Крупная рыба ушла куда-то. Уже объели. Мелкая рыба объедает быстро. Здесь уже здесь тоже мелочь стоит. Вот она клюет опять. О, засек. Нет, это тарашка. Это не вогла. На жареху мелкую. Вторая сработка. Катушка не крутит. Ах. Ах. Ясно. Утащила живца. И все. Подходил. Сейчас крутануло. Колесо крутануло. Что-то сидит похоже. здесь за спинку было. О, тащит. Есть. Есть. Что-то есть. Ух ты. Щучка. Да, прикол. Здесь стоял флюрокарбоновый поводок. Первый раз я решил попробовать. И она его как раз перекусила. Вот это бред вообще. Такая щучка маленькая. И перекусила такой поводок. Я думаю, что она... Да, вот он поводочек. Прям. Не под основание, а вот. Полсантиметра от основания. Четко перекусан щукой. Щука. Щуку я взвешу. Щучка небольшая. Не, ну, флюрокарбоновый поводок, конечно, красота. Молодец. Не подвел. В кавычках. Вот, решил проверить. У меня там на второй тоже вот стоит такой же поводок. Да, на щуку лучше стальные ставить. Я просто думал, там под судачка, может быть. Перекусила. Небольшая щучка. Ну, хорошо, хоть так. Теперь буду знать. Блин, вторик садится уже. Она и была осевшая. 750 грамм. Щукенция. Блин, я думал, меньше почему-то. Тонкая, что ли, кажется так, а так... Ничего. Опа. Че-то засело. Все, хочется покрупнее поймать, а не как. Опа. Одна к одной. Да это даже мельче, по-моему. Че-то вообще... Таких уж точно отпускать буду. Мелкая. Хотя вот это нормальная. Покрупнее предыдущая. Ловлю мелкоту. Сейчас еще одну поймаю, пойду на другую ломку. Мелкая, наверное. Да и тоже такая же. Мелкая. Мелкая. Ну, хотя... По сегодняшнему дню... Пойдет. Ну, вот, дошел я до Жерлица. Сейчас снимать буду. Сейчас, кстати, 4 часа уже. Я приехал где-то в первом часу. Начал ловить. Ну, много я же сверлил, ставил, искал. Я думал, часа 3 всего прошло. Указа 4 уже прошло целых. И, в общем-то, уже надо ехать. Пробую окунь-камыш поблеснить. Оказывается, у меня работало. Есть окунь. Первый. На второй лунке. Неплохой. Кстати, вот живец. Крупная густерка такая стояла. Тут ее брал. Ну, похоже... Я думаю, что это окунь. Как-то порезов нету. Я не понял, что-то я на камеру нажал. Она мне снимала, что ли? Я отключил. Я думал, она мне не снимает. Удар. Вот он. Но это поменьше. Ну, маленький. Я его отпущу сейчас. Вот такой. Окушок. А тут хороший прям. Я в ведерко уже кинул. Такой. Мясистый. Есть еще один. Ух ты. Хороший. Ну, это уже вот самым крупный. Красавец какой. Еще я раньше не ловил. Столько времени на эту густеру мелкую потратил. Ну, на густеру-то я мало времени потратил. На жилица много времени потратил. Ни одной сработки нету. Нету здесь щуки. Жаль. Опа. Удар. Два удара. Удар за ударом. Стоит здесь окон. Стоит. Вот эта приманка классно играет. Я до этого на ней ловил. Тоже на разведку ездил. Сесть еще. Но же коленки болят. Здесь очень мелко. Не хочется шуметь тоже. Ну, просто ноги болят. Ну, вот на остановках. Два-тройничка. Мелкий. Я же говорю, тыкал-тыкал он. Тычет носом. Я повыше поднял. Думаю, сейчас повыше еще попробую. На тех жерельцах тоже надо будет поработать. Там щука может быть. Потому что там сегодня 30 сработки щуки. Но всего один результат. Эх ты, какой удар. Ух ты. Вот это окунь. Вот это кабан. Нифига себе удар был. Ну, здесь килограмм будет, наверное. Нифига себе. Не, ну, может поменьше, конечно, килограмма. Офигеть. Вот это окунище. Ну, нет, я погорячился с килограммом. Но горбач обалденный. Это неожиданно. Нифига себе бас. Ё-моё. Вот это красота. Вот это сегодня под конец рыбалочки у меня. С одной лунки сколько уже окуней. Ну, вот это вообще. В эту зиму. Да и в ту. Я в ту крупных окуней что-то не ловил, не помню. Это самый крупный окунь мой в эту зиму. Ну, я вот ловил окуней на жерлице крупных. Как-то я вот не блеснил раньше никогда. Ну, обалдеть. Офигенный трофейчик. Из такой лунки, что интересно. И такие ловятся. Вот. И такие. Все в одной лунке. И все на одну приманку, что интересно. Вот. Такой окунек. Ну, вот этих трех выкину. А такие пойдут, в принципе. Вот он. Да. Вес ощущается. Вот жерлицы стояли. Ну, пускай. Не знаю, сколько я их поставил. Пока те поставил. Ну, часа три пускай даже стояли они. И ничего. А здесь вот только подошел. Вон уже. Килограмм с лишним окуня взял. Вообще, малыш. Еще удар. Ну, чувствуется мелкий. Бьет еле-еле. Печально. Хотя бы грамм по 150. По 200 таких бы. Ну, ё-моё. Нет. Это не серьезно, ребята. Вообще, мелкий. Ну, удочка класс. Чувствует все. Такой ударчик тоже был. Только опустил, даже подъема не было. Он взял, видать, тот же самый. Ну, видно, да, какой окунь здесь. Эх, губу ему. Весь вот такой окунь здесь стоит почему-то. Я их отпущу просто. Да что ты. Пятый. Вот такой окунь. Да, после того вообще. Удар. Хороший удар. Во. Ну, в сравнении с этими, видать, по-другому. У меня ощущалось. Как-то прямо ощутилось так, как будто хороший. Но тоже мелкий. Блин, ну. Ну, печально. Мелкий стоит в этой лунке. Буквально, сколько здесь? Метров 30. Во. Даже не играл. Хотел сказать, буквально 30 метров. А здесь крупного нету. Ну, вот он. Грамм 150. Такой под 200. Взвести можно будет. Ну, такой, да. Удары. Постоянные удары. Постоянно бьет. Мелкий, очень мелкий окунь. Смешной. Очень интересная рыбалка получилась, оказывается. Да что ты. Че же, я десяток, что ли, таких накидаю? Всех. Всех собрал. Опять вот он. Я думал, взял уже. Не, ну это несерьезно, ребята. Че, опять что? Сидел, что ли, непонятно. Да что ты. Не дает вообще. Во. Блин, а такой ударчик был, как будто неплохой окунек. А он, ну, в принципе, покрупнее остальных, кроме того. Сколько тут десяток уже с одной лунки. Правда, мелкие. Да что, е-мое. Что ж мелкий такой. Вроде мелочь, но приятно меня писать. Сейчас, походу, опять возьмет. Ну точно. Я не играю, а он берет. Почему-то. Странно. Нашел я себе забаву сегодня. А то что-то мне сгрустнулось там. Густеры нету крупной. Ох ты, поклёвочка такая. Да что ты, такая поклёвка прям. Вот опять. Окунь мелкий. Очень мелкий окунь. Руку поранил где-то. Сверху. Крючком что. И тут, на флешке в камере GoPro, закончилась память. Хорошо был с собой фотоаппарат. На него я продолжил съемку. Отпустил всех мелких окуней. Собрал жерлица с ерика. Вернулся на реку. Там опять сработала крайняя жерлица. Но вытащить щуку я не смог. Она вымотала леску. И завела крючок за корягу. Леску пришлось рвать. Рыбалкой я остался доволен. Поймал два десятка густеры на жареху. Щучку на уху. Ну и оторвался по окуням. Кстати, крупный окунь весил 735 грамм.